приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города суммы точнее подведем итоги прошедшего полугодия или двух кварталов 2023 года конечно же будем говорить о жилой недвижимости в разрезе классификации поговорим о первичном и вторичном рынке и в конце друзья подведем итоги конечно же с цифрами я также сделал в конце видео краткосрочный уже прогноз о том что будет происходить с рынком жилой недвижимости в городе суммы и так друзья смотрим подготовленный мною материал традиционно будем разбираться с процессами которые мы наблюдали на рынке жилой недвижимости города суммы через статистические данные которые нам любезно предоставляет компания олим консалтинг перед вами карта северо-восточной части украины или же северо-восточный регион куда входит как мы видим четыре крупных областных центра это город чернигов город суммы о котором мы сегодня говорим город харьков город полтава ну мы говорим о городе суммы расскажу как пользоваться данной информацией которую вы увидите на этой карте видим что вот здесь есть рядом с городом суммы легенды карты именно по городу суммы и я на этой легенде карты отобразил показатели которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец июля 2023 года давайте подробно разберемся что что таки происходило первый показатель очень важным это количество предложений что такое количество предложений друзья это количество квартир которые выставляются для продажи средствах массовой информации то есть не путайте это с транзакциями это не проданы квартиры а квартиры которые выставляют продавцы или же риэлторы в средствах массовой информации которые мы завидным так сказать постоянством мониторим а это практически все крупные интернет порталы сайты электронные доски и всевозможные интернет ресурсы и так мы видим что на первичном и вторичном рынке в городе суммы в июле месяце было выставлено 5157 квартир ну друзья много это или мало до войны мы видели порядка 10 15 тысяч объектов жилой недвижимости первичный и вторичный рынок которые выставлялись в городе то есть это как минимум в два раза меньше предложений также мы зафиксировали незначительный за месяц рост активности на 5,4 процента в сравнении с июнем месяцем 2023 года следующий показатель друзья это у нас таймусной показатель не видим социальное жилье это друзья вторичный рынок 494 доллара за квадратный метр и видим динамику положительного роста за месяц плюс на целых 20 сотых процент но не смейтесь пожалуйста друзья это действительно выглядит смешно но мы фиксируем фиксируем состояние рынка недвижимости на конец июля и по предложениям действительно потом разберемся с чем это связано мы увидели впервые точнее не впервые а вот последние два месяца июнь и июль увидели незначительные динамику роста стоимости квадратного метра на вторичном рынке эконом комфорт бизнес класс также вторичный рынок 615 долларов снижение минус 0,16 процента за месяц первичный рынок квартиры эконом класса показали нам также отрицательную динамику снижения минус целых двадцать четыре сотых процента и в абсолютных цифрах это четыреста шестнадцать долларов за квадратный метр ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес класс мы видим показали также незначительную динамику роста всего лишь за месяц 0,29 процента в абсолютных цифрах это 692 доллара за квадратный метр друзья мы поговорили с вами о так сказать сводных данных до обобщенные данные теперь мы будем декомпозировать эти данные в разрезе административных районов города суммы переходим к следующему слайду перед вами карта города суммы мы видим социальное жилье период исследования вверху у нас июнь июль и что мы видим друзья мы видим что наибольше всего подорожала недвижимость в так в кавпаковском районе на плюс 0,43 процента в абсолютных цифрах это 471 доллар за квадратный метр напомню вам что это социальное жилье а в заречном районе друзья плюс 0,39 процента наименьше подорожала и видим что здесь стоимость выше 518 долларов за квадратный метр то есть выше чем в кавпаковском районе переходим к другому слайду здесь мы будем уже друзья с вами разбираться что происходило также вторичный рынок но видим квартиры эконом комфорт бизнес класса как читать данную информацию вверху мы видим что в июле 615 долларов средняя стоимость по трем классам снижение минус 0,16 процента ну и оставил я друзья карту чтобы все-таки могли ориентироваться это сводные данные если вы посмотрите вот здесь эконом комфорт бизнес класс то увидите 615 долларов за квадратный метр вот здесь декомпозированные данные здесь водные данные и так по каждому классу друзья можете посмотреть сколько в разрезе админ районов стоила недвижимость этих классов но и снижение за месяц в процентном соотношении переходим к следующему слайду это уже у нас друзья первичный рынок квартира эконом класс 416 долларов за квадратный метр снижение минус на целых двадцать четыре сотых процента за месяц можете посмотреть в абсолютных цифрах показываю да в разрезе админ районов ну и конечно же снижение в процентном соотношении за месяц по админ районам переходим к последнему слайду это у нас друзья первичный рынок комфорт бизнес класс последний слайд который рассказывает нам о краткосрочных вот этих процессах длиной в один месяц еще их называют колебания или же флуктуации и так мы уже видим что 692 доллара за квадратный метр в среднем по городу плюс 0,29 динамика роста положительная также можем посмотреть в разрезе админ районов сколько стоит недвижимость этих этих классов это первичный рынок напомню ну и насколько подорожало процентном соотношении за месяц друзья переходим к самому интересному слайду это уже у нас исследование длиною в один год или 12 месяцев называется это тенденции или тренды перед вами карта или график рисунок правильно так гистограмма видим что в июле 2022 года 517 долларов за квадратный метр здесь мы исследовали рынок жилой недвижимости социальное жилье и спустя 12 месяцев видим что 494 доллара это у нас также июль 2023 года что в годовом измерении показала снижение минус четыре целых сорок пять сотых процента друзья но здесь я традиционно по критику риэлторов вы увидели что за год всего лишь на четыре целых ну можно четыре с половиной процента округлить да но никак не то что говорили риэлторы с начала войны там у них истерика было все пропало снижение на 60 на 70 процентов там того что гораздо потом у них следующая крайность растет стоимости квадратный метр и вот здесь вы можете посмотреть я вам говорил не смеяться почему не смеяться но не может в городе сумма расти стоимость квадратного метра каким любом другом городе украины мы видим что два вот этих месяца последних это июнь июль видим вот здесь вы видите на гистограмме незначительный рост но это колебательные процессы на них обычно влияют голословные заявления правительства что завтра война закончится каждому украинцам американцы по 10 тысяч долларов дадут но это я утрирую с долей сарказма потому что то ядовито информационное поле в котором мы находимся мы примерно тот же бред слышим оттуда поэтому вот скорее всего это вот эти колебания которые были созданы некой эйфорией о том что закончится скоро война но я так предполагаю по-другому это нельзя объяснить дальше мы будем говорить когда будем так сказать о прогнозах я еще напомню вам ситуацию с повышением роста мы также друзья видим что вот здесь индекс стоимости жилой недвижимости вторичный рынок отрицательный 0,956 что такое индекс недвижимости это макроэкономический показатель который характеризует изменения недвижимости стоимости в данном случае за 12 месяцев он считается очень просто 494 делим на 517 и получаем этот отрицательный индекс друзья но на протяжении многих лет делаем работу эту не конкретно эту то есть мы считаем индексы для крупных украинских банков иностранных банков которые работают в украине в разрезе в тех сегментов рынка недвижимости это и жила и коммерческая земля и домовладение и так далее там больше 12 сегментов и у меня есть в рамках этой работы в общем-то делиться информация этой с вами что я с удовольствием не делаю а еще хочу напомнить вам друзья о профессионализме не думайте не подумайте да вот так что я там хвастаюсь хотя мне в принципе все равно да что вы подумайте каждый же думает в меру своей так сказать распущенности доход что такого профессионализм профессионализм если вы профессионально выполняете тот или иной вид деятельности и за это вам платят деньги вы зарабатываете на этом поприще какие-то деньги да для себя своей семьи для своей так сказать для людей которые вам близки так вот если говорить о профессионализме относительно аналитики рынка недвижимости друзья на протяжении многих-многих лет и компания лим консалтинг профессионально зарабатываем в этом сегменте украинской экономики мы зарабатываем деньги себе на жизнь при этом мне не стыдно за те исследования которые я публикую которые делаем мы для наших партнеров я просто получаю от этого определенный драйв и кайф почему потому что это интересная работа заниматься тем чем я занимаюсь мне всегда нравилось а вот о профессионализме риэлторов которые так сказать пытается тоже что-то прогнозировать и рассказывать что происходит с рынком недвижимости но абсолютно у них нет этих компетенций друзья они зарабатывают этим они зарабатывают с продаж получают свою комиссию и у того что рынок недвижимости остановился им нечем заняться то кто-то из них начинает вот это рассказывать что происходит рынка недвижимости но друзья я это все к чему говорю если очередной аналитик типа меня рассказывает вам что-то и при этом не аргументирует цифрами я аргументирую можете смело выключать этот youtube канал почему потому что он этот аналитик или вас развеселить хочет или расскажет вам абсолютную неправду которая не соответствует состоянию дел на рынке недвижимости украины и так друзья немножко патрулил друзей риэлторов давайте теперь цифрами мы подвели итоги поговорим о том что же будет происходить и останавливаю показ слайдов друзья о прогнозах ну прогнозы многие слышали дело неблагодарное на самом деле прогнозы это абсолютно абсолютно нормальное явление которое мы наблюдаем прогнозируют погоду прогнозируют рынок недвижимости чтобы происходит на фронтах то есть кто во что горах тот и прогнозирует да это стало модно так вот я хочу немножко посвятить вас в эту тему о прогнозах рынка недвижимости как это происходит я использую в своих прогнозах научную методологию это метод статистического анализа метод многофакторов анализа метод классификации и так далее но основной это метод статистического анализа анализа то есть вы заметили что я аргументирую цифрами так для того чтобы прогнозировать вы должны первое знать что было рынком недвижимости знать ретроспективу чем дольше это ретроспектива или то что было с рынком недвижимости тем лучше для прогноза. У нас это ретроспектива, мы исследуем рынок недвижимости, я и компания Олимп Консталтинг. Начиная с 1991 года, то есть как только Украина стала самостоятельным государством и появился рынок недвижимости как таковой. Первое условие однозначно должно присутствовать, если человек прогнозирует, он должен понимать, что происходило с рынком недвижимости. Второе обязательное условие. Он должен, человек, который прогнозирует, должен понимать, что происходит с рынком недвижимости. Не по звонкам, как ориентируются риэлторы. Сегодня звонят или звонят? Хорошо. Завтра не звонят, все плохо, рынок остановился. Я на протяжении многих лет показываю вам вот эти флуктуации, колебания, но без них нельзя построить вот эти тренды и потом прогнозировать. То есть я каждый месяц делаем замеры температуры рынка недвижимости с помощью программного обеспечения Олимп Ньюс. У меня на него патент, авторское право и так далее. Кто интересуется, может зайти и посмотреть у меня на YouTube-канале, там первый ролик, там все я расписываю, что происходит, когда или как правильно надо мониторить рынок недвижимости. И вот, если вы знаете ретроспективу, если вы знаете, что происходит сейчас с рынком недвижимости, с цифрами, естественно, вы уже можете попытаться прогнозировать, но этого еще мало, друзья. Вы должны понимать, какие внешние и внутренние факторы влияют на рынок недвижимости. У меня есть моя гипотеза. Я ее опубликовал, это три года назад. Она в открытом доступе есть. Можете посмотреть на YouTube-канале, на моем отдельно несколько видеороликов записывал. Так вот, о чем эта гипотеза? В основу ее легла теория отраслевых рынков. Она была опубликована, обоснована в 19-м столетии. Экономисты, ученые Гарварда получили Нобелевскую премию. Тезис, я расскажу. Она звучит следующим образом. Если вы хотите понимать, что происходит в том или ином сегменте экономики, а рынок недвижимости, я просто подвожу уже к моей, так сказать, гипотезе, рынок недвижимости является сегментом украинской экономики. Так вот, вы должны что? Наблюдать макроэкономические показатели во времени, определенный период времени. И в зависимости от того, как будут вести макроэкономические показатели, кто не знает макроэкономические показатели, это показатели развития экономики, показывают основные, так сказать, параметры развития экономики. Если они показывают рост экономики, значит, вы достаточно уверенно можете говорить о том, что сегмент, который вы изучаете, будет тоже расти. Или же наоборот, экономика падает, значит этот сегмент в данном случае украинской экономики, рынок недвижимости будет падать, а экономика падает у нас, друзья. И вот мы уже, я и мой хороший товарищ Воронин Валерий Александрович, мы с ним экспертным путем нашли 10 макроэкономических показателей. В открытом доступе есть внутренний валовый продукт Сумской области, вы можете это посмотреть, там достаточно много показателей, которые характеризуют, или макроэкономические показатели характеризуют развитие именно Сумской области. Так вот, порядка 10 показателей очень тесно коррелирует с индексом рынка недвижимости, о котором я вам говорил в предыдущем слайде. Индекс рынка недвижимости считает компания Limp Consultants, я ваш скромный слуга. Так вот, степень или плотность связи очень высокая, где-то 0.7-0.8, это очень высокий коэффициент корреляции. Эти показатели взаимозависимы друг от друга. И вот, когда все вот эти показатели находятся ниже Плинтуса, показывают отрицательную динамику, нет экономики в Сумской области, как и в других областях Украины. А рынок недвижимости начинает расти последние два месяца. Ну, это совершенно глупо и неосмотрительно, наверное, говорить о том, что рынок недвижимости начал почему-то с какого-то перепугу расти. На это, да, повлияли вот эти колебательные процессы, заявления о том, что война завтра закончится, контрнаступление. Я это предполагаю всего лишь. Но это никак не связано с экономикой. В экономике все плохо. Поэтому уже если говорить о прогнозах, я совершенно точно 90% понимаю, что рынок недвижимости будет показывать нам отрицательную динамику. В цифрах точно не угадаю. Сейчас 4,5% в годовом измерении. В конце года будет, я так предполагаю, порядка 9-10% снижения стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Насколько я, так сказать, ну, цифру я точно могу не угадать. 10, 12 или 11, то есть я не в рулетку играю. Но тенденции отрицательные, они сохранятся, друзья. Весь 2023 год и весь 2024 год. Это объективно реальность. Хотели бы вы этого, друзья риэлторы, которые мне рассказывают, что ты ничего не понимаешь, потому что ты не продаешь квартиры. А вы, продавая, продав одну-две квартиры в год, все понимаете. Вот мне всегда эта логика, как они кажутся, железная, вызывала изумление. Как через призму двух проданных квартир вы можете судить о рынке недвижимости, как в целом по городу, там сегментов больше 12, а по Украине я уже просто помолчу. Итак, друзья, очень подробно рассказал вам о том, что происходит с рынком недвижимости. Для того, чтобы вы знали, что происходит, так сказать, дальше с рынком недвижимости, ну, как минимум, вы должны подписаться на мой канал и смотреть мои видео. Вы также должны помнить, что я, ваш скромный слуга и компания Лим Консалтинг, готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, ну, я просто уверен, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах. Немножко подвис, вижу этот там, у меня экран. Ну, так бывает, да, так бывает. Так бывает сейчас. Так бывает.